Петровна 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 Как дальше жить, чем семью кормить, семь душ детей? Может корова заболела, а если падет, что тогда? Побежали за местным врачом, он был ветеринаром и людей лечил. Петровна 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 своего первого мужа. После получения извещения о смерти с указанием местности, где он пал, она отправилась искать его на поле боя, выискала его тело из нескольких сотен трупов, привезла на телеге домой и похоронила по всем правилам. Двое их детей вскоре померли от испанки. Второго мужа, с которым прабабка Скелета нажила пятерых детей, посадили в мае 1941-го по закону о трех колосках, а уже через несколько месяцев отправили на фронт в качестве пушечного мяса. Всю войну и даже спустя год после ее окончания прабабка ждала от него весточки, но не получила ни письма, ни извещения о его смерти и решила, что он либо жив окаянный, но сбежал из семи, чтобы не кормить пять голодных ртов, либо же погиб бедолага, но в такой мясорубке, что даже акты его смерти составить было невозможно. В любом случае, она его то страстно ждала, простаивая часами у калитки и глядя на дорогу, то кляла, на чем свет стоит, то вытирала скупую слезу платочком, горюя о том, что не довелось им попрощаться. Однако, больше всего ее печалило то, что дом, сарай, баня и колодец приходили в негодность, а починить их не было никакой возможности. В ее деревне все взрослые мужчины либо полегли на полях сражений, либо вернулись инвалидами, без рук, без ног, а кто с туберкулезом и несколькими месяцами жизни. Контуженный был один, но с головой у него было совсем плохо и руки не оттуда выросли. В хозяйстве, в общем, негодный был. Несовершеннолетние же пацанчики еще в начале войны были угнаны немцами в рабство в Германию или, как ее старший сын, добровольно отправились в советский армейский тыл, чтобы там дождаться 18-летия и отправиться на фронт. И вот в один прекрасный день прабабка скелета, вытиравшая слезы в калитке, вдруг видит, как идет к ней ее муж, улыбается, не постарел ничуть, руки-ноги целы, на голове фуражка, а на ногах сапожищи кирзовые до блеска начищенные. Радости прабабке не было предела, чуть в обморок не упала, потом сообразила, напоила-накормила, детей заново с отцом познакомила и отправила его дрова рубить, а то у старшей дочери от этого занятия уже руки в кровь стерлись. Рубил он дрова усердно, потом колодец подлатал, а к ночи так устал, что, ополоснувшись в баньке и пропустив самогонщику, завалился спать без задних ног, прямо в одежде, даже не разуваясь. А прабабка постояла-постояла над ним со свечой, не то что трогать, даже дышать на него боялась, да и пошла на лавку ночевать. На второй день пришлось ему лезть на крышу и перекладывать прохудившиеся участки. Вечером все кости, каждую мышцу у него ломило из-за тяжелого физического труда. После самогону и баньки ему опять не до супружеских обязанностей было, снова отрубился, как был в одежде. На третий день подлатал он сарай баньку, да так измотался, что аж материться немного начал. А прабабка тем временем так похвастаться хотела своим счастьем, что пошла по дворам, чтобы все узнали о необыкновенном возвращении ее мужа, да еще и хозяйственного такого. Теперь все деревни сараи да молотать будет. За мзду, конечно, кому что не жалко. Однако теток другой интересовало. Детки-то еще у них будут, али как? Муж-то на это дело способен? А ведь об этом прабабка как раз и не подумала. В те тяжелые времена не до этого людям было. Но в ту третью ночь прабабка-скелета твердо решила ответить теткам на их нескромный вопрос. Придя домой, видит она, что муж ее снова уставший уснул и опять храпит прямо в сапогах. Тогда она раздеть его решила для начала, а если не откажется, то и делом заняться. Начала она тихонько стаскивать с него сапоги и вдруг видит, что вместо человеческих ног у него копыта, чисто козлиные. Моя прабабка не из хилых была, все обряды изгнания нечисти знала. Узнала она про них после Первой мировой войны, когда ко многим горюющим женам попрощаться не мужья приходили, а черти полосатые. Передавали они таким образом прощание женам от мужей, которые в это время в чистилище находились, чтобы уже после него в рай попасть. А те жены, которые на шею таким мужьям в первую ночь кидались, побирали уже через неделю от дурноты. Муж при этом пропадал бесследно, словно и не было его. Так вот, очертила вокруг себя прабабка скелета мелом круг, встала в середине, открыла молитва слов, взяла крест в руки и только шептать начала. Как вдруг чувствует, смотрит муж на нее в упор, но прабабка спокойно читать продолжает, а он ей говорит, ухмыльнувшись, крепкая ты женщина, умная, жить долго и счастливо будешь и исчез. После случившегося рассказала моя прабабка по всем дворам, кто к ней под видом мужа приходил. Но так как никакой дурноты у бабки не наблюдалось и огород у нее цвести продолжал, да и живность не зачахла, то все знали, что до супружеских обязанностей у нее с чертом дело не дошло. Поэтому через неделю-другую перестали чураться ее и продолжили дружкаться с ней, как и прежде. А дом, сарай, колодец и банька крепко стояли, постарался черт на славу. И дрова им нарубленные, долго горели и не дымили. На том берегу. Коротко представим нашего героя. Его зовут Анатолий, отставной военной в возрасте ближе к 60. По убеждениям атеист, а по характеру добрый, располагающий к себе человек. Неистой он модной сейчас породы воинствующих атеистов. Это скорее можно назвать философией, а не отношением к церкви. Дядя Толя, как он себя обычно представляет в первом знакомстве, считает, что каждый сам выбирает, во что верить и чего бояться. И хотя абстрактного бога не боится, со вполне конкретным злом встречу имел. Да и чертовщинку он не отрицает. Вот такой вот парадоксальный тупик. И из него мой знакомый выходит незатейливо. Не верю я в того бога, о котором говорят. Но верю в то, что видел и не смог понять. Логично вроде бы. А что же такое он видел? Мне стоило усилий, чтобы этот упрямый и лишенный склонностей к фантазии человек, разговорился на неприятную для него тему. И вот, что из этого вышло. Повествовать буду от первого лица. Было это в 70-х, в одном из местечек к северу от Киева. Лето выдало и жаркое, и на редкость приятное. Потому ли, что молодость била ключом и все по голове, или от осознания, что убываешь в курсантский отпуск, не знаю. Главное, что возвращался я домой. Но надолго в родном городе не задержался и решил махнуть двоюродной тетке в деревню. «Места у нас там самые обычные. Поля, леса, деревеньки, речушки. Большего мне и не надо. Я хотел спокойного времени и, назовем это так, сельской романтики. Приняли меня хорошо. Я бы даже сказал радушно. Я бывал у тетки только в глубоком детстве и смутно помнил о местных достопримечательностях. Можно сказать, что округу я знал весьма условно и в первое же утро отправился устранять этот пробел. Обошел село и по тропинке вышел к реке. Со стороны беленых хат, за кустами бузины был пологий песчаный пляжик. А вот другой берег выглядел неприветливо. Поросший крапивой и лопухами, обрывистый и явно заброшенный, он наводил на мысли, что там дальше глухомань дремучая. От реки тянуло свежестью и немного пахло подсохшей на солнце тиной в тех местах, где вода отступила из-за жары. Стоит ли говорить, как же захотелось окунуться и поплавать? Никого рядом не было. Это показалось странным, но не смутило меня. Плавание я люблю и в тот день с удовольствием ставил рекорды, переплывая реку по нескольку раз. Уже собрался уходить, как уловил на себе тяжелый взгляд. Такое неприятное животное чувство непонимания и ужаса. Я просто физически ощутил чье-то присутствие. Не могу сказать, что часто испытывал подобное и тем более посреди бела дня. Подавив приступ страха, я медленно обернулся к реке. На том безлюдном берегу стоял человек. Было необычно видеть обряженную во все черную фигуру, высокую и худую. Я приветливо помахал рукой и крикнул пожелание доброго дня. Но в ответ молчание. Между нами было от силы метров двадцать, но разглядеть лица не получалось. Так мы и стояли в полной тишине минут пять, в такой давящей и глухой тишине. Можно списать это на залитые водой после купания уши, но что-то недоброе почудилось мне, а я страсть как не люблю, когда мне чудится. Недолго размышляя о последствиях, прыгнул в речку и поплыл к незнакомцу. Каково было удивление мое, когда в следующую минуту человек в черном словно взлетел вверх по склону, хотя продраться через заросли было бы непросто. Я не уловил движение, не видел как он шел, но смог отметить его изначальное положение у самой кромки воды и конечное в сторону, метров тридцать под крутым углом. Азарт меня подстегнул, и не страшась ожогов крапивы, я последовал за ним. Однако стоило отвести взгляд, как видение исчезло, человека словно и не было. Столько усилий непонятно ради чего. Желая успокоить себя, все-таки поднялся по берегу и огляделся. Картина открылась зловещая. С этой стороны был небольшой пятачок неухоженного поля, зажатого редкими полосами тополевых посадок. Само поле было сплошь в бугорках и рытвинах, словно кладбище без крестов. И такая тоска напала на меня смертная, что хоть вой, хоть плач. И двинуться не могу, словно в уроз землю. А с чего это вдруг понять не могу, через силу ушел. Вернувшись домой, я расспросил осторожно о месте, которое нашел. И вот что узнал. До войны там был хутор, жило много людей. В оккупацию всех жителей хутора показательно казнили, сожгли в домах, вот и забыли туда дорогу. Местные люди суеверные говорят, что там теперь место дурное, нечистое. Кто зайдет по незнанию, потом на дурные сны жалуются и головную боль. Говорили, что черта там встречали. И что в речке русалки. Обычные россказни. О том, что увидел, испытал там никому не рассказал. Мало ли, может голову мне напекло. Не верю я особенно во все это. Редактор субтитров А.Семкин